Человечество слепнет В январе 2018 года в авторитетном британском журнале Nature были опубликованы результаты шокирующего исследования. Оказывается, людям угрожает световое загрязнение. Мерцающие вывески магазинов, синоновые огни автомобилей, ночная иллюминация и даже бытовые лампы наносят непоправимый вред здоровью. Согласно последним данным, за прошедшие 6 лет на планете стало на 12% ярче. Такими темпами через 30 лет день и ночь смешаются, а наши биологические часы просто выйдут из строя. Изменения уже коснулись флоры и фауны. Так в Америке из-за сбившегося режима некоторые певчие птицы перестали спать и в результате погибли от истощения. Нарушился и цикл роста соевых бобов. Теперь они восходят почти на 2 месяца позже положенного. Но главное не это. Ученые опасаются, что из-за тотального переосвещения в ближайшем будущем человеческая цивилизация безвозвратно ослепнет. Зачем нас заставляют носить очки? За действительно агрессивная среда маркетинга. Как слабовидящий превращается в сверхчеловека? Прямое видение межнейронной связи включается. Куда пропал рай для незрячих людей? Должна быть система социальная, не коммерческая. Каким оружием можно ослепить целый континент? Он был выведен на орбиту, но не сработал. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. В декабре 2017 года американские медики заявили, что совершили настоящий прорыв в медицине. Они создали препарат, способный излечить унаследованную слепоту, а значит, подарить зрение тому, кто вообще никогда не видел. Инновационное лекарство «Люкстерна» представляет собой порошок, который вводится пациенту вместе со специальным вирусом, доставляющим особый запатентованный ген в сетчатку глаза. Будут ли побочные эффекты? Каковы они будут? И, кстати, на каком поколении они выйдут? Может быть, не того человека, которого вы вылечите, да? Вы вылечите человека от слепоты, только у него потом, у его сына будет три глаза. По словам врачей, операция длится не более 45 минут. Чтобы прозреть, достаточно одного укола в каждый глаз. Только стоит эта инъекция в буквальном смысле, как самолет, 850 тысяч долларов. Это действительно агрессивная среда маркетинга, то есть агрессивный маркетинговый подход, который говорит о том, что есть такие уникальные возможности, и как ты до сих пор этими возможностями не воспользовался. Естественно, потребитель, который, в принципе, хорошо реагирует на маркетинговые действия, соглашается на это и реагирует именно методом покупки. То есть обратная связь бывает только одна – купил, не купил. Но почему препарат, способный исцелить миллионы людей, доступен лишь избранным? Неужели его компоненты такие дорогие? Эксперты уверены – революционное средство – пустышка, созданная лишь для пиара компании-производителя. Из-за цены проверить действие лекарства практически невозможно. Да и к каким последствиям приведет терапия спустя годы – неизвестно. Просто потому, что сегодня почти вся индустрия офтальмологии построена не на лечении слабовидящих, а на выкачивании из них денег. По крайней мере, так считают специалисты. К вам приходят и говорят – вот ты купи новое, или будешь хуже видеть. Человек пойдет и купит новое. А поскольку никаких объективной необходимости в этой покупке нового нет, то необходимо постоянно нагнетать проблему. Или не будут покупать. Взгляните на экран перед собой. На каком расстоянии от него вы сейчас смотрите программу «Тайный Чапман»? Для сохранения зрения врачи рекомендуют исходить из универсальной формулы. Отодвигаться минимум на величину трех диагоналей дисплея. То есть, если диагональ вашего телевизора в 32 дюйма, то минимальное расстояние между вашими глазами и экраном – 2 метра. Если диагональ в 46 дюймов, то минимальное расстояние – 3 метра. Правило относится даже к компьютерным мониторам и мобильным устройствам. Однако эксперты говорят, что все вышесказанное – миф. Нет никакой разницы, как близко человек находится к изображению. Глаза могут лишь утомиться, но видеть хуже не станут. Как правило, везде говорят о том, что с возрастом у человека зрение падает. Это не так. Возраст к зрению особого отношения не имеет. Возраст – это мера времени, а не мера силы. Мифов и слухов о зрении огромное множество. Его легко испортить, если часто щуриться или читать в темноте. А один взгляд на промышленную сварку и вовсе может привести к слепоте, как и активная половая жизнь. Это неправда. Но зачем тогда нас пугают? Неужели для того, чтобы заставить чаще посещать окулиста? Я никогда не буду носить очки, потому что я знаю, как работать с собой, своими глазами, с потоками из глаз. И очки – это как протез, понимаете? То есть, как бы, не хочешь что-то делать – одень очки. Удивительный факт. Если еще 10 лет назад слабовидящих дразнили, называя четырехглазыми ботаниками, то сегодня носить очки – это модно. А выглядеть высокоинтеллектуально считается сексуальным. Плюс один к интеллекту – очки были всегда. И 50 лет назад, и 100 лет назад тоже. Другое дело, что тогда не так ценился интеллектуальный труд. Вот в чем важно. А сейчас, когда эпоха инноваций у нас, важнее становится интеллектуальный труд. То есть человек знаний становится ключевым фактором развития экономики. Квадратные в широкой оправе. Круглые в стиле Джона Леннона. Авиаторы, полицаи и еще с полсотни различных вариаций, включая экземпляры даже без диоптрий. Все эти очки сейчас можно легко найти в любом салоне оптики. Но почему на рынке нет, скажем, имиджевых костылей или дизайнерских кресел-каталог? А главное, если этот тренд задается, чтобы люди с дефектами зрения не чувствовали себя ущербными, то почему во многих странах к ним до сих пор относятся с презрением? В Великобритании уже год идет суд над слепым мужчиной Эндрю Шоу. В это невозможно поверить, но его обвиняют в просмотре детской порнографии. А в Америке незрячую Сью-Мартин сняли с рейса из-за того, что ее присутствие на борту якобы небезопасно для других пассажиров. До какого еще абсурда может дойти Запад? И куда пропала его хваленная толерантность? Украина. Житомирская область. Декабрь 2017 года. Эти кадры сделаны в реабилитационном центре города Коростень. Там местные чиновники устроили фуршет в честь Международного дня инвалидов. Слепым любезно предложили овсяное печенье, пизе, вафли и булочки. Каждому приглашенному по одной. А вот на напитки организаторы решили не разоряться. Тут нет даже простой воды. Правда, себя слуги народа почему-то не обидели. Посмотрите, какими яствами заполнен их стол. Красная рыбка, икра, буженина. Просочившись в интернет, этот ролик вызвал волну возмущения. Ведь устраивать подобный пир рядом со слепыми людьми, которые все равно ничего не увидят, – верх цинизма. Российские чиновники уже не первый год стараются сделать жизнь незрячих лучше. В 2011-м заработала программа «Доступная среда». Ее цель в том, чтобы обеспечить маломобильным гражданам комфортное перемещение по городу. Так для слабовидящих постепенно создаются тактильные тротуары, светофоры со звуковым сигналом, а важные надписи на социально значимых объектах дублируются рельефным шрифтом Брайля, прочесть который можно на ощупь. Мало кто знает, но в советское время деревню Русинова под Калугой называли «Раем для слепых». Здесь была создана целая инфраструктура для слабовидящих. После распада СССР поселение пришло в упадок. Необычное поселение для инвалидов по зрению власти организовали в 1948-м. Тогда в Русинове построили дома, больницу, магазин и фабрику. Она и кормила незрячих десятилетиями. Изначально тут производились микросхемы для телевизоров «Рубин». На благо предприятия трудилось только, представьте, больше 600 слепых. Им предоставляли жилье и хорошо платили, а обязательный государственный заказ обеспечивал предприятию процветание. Это важнейшая часть коммуникации для человека. И поэтому здесь это должна быть система социальная, не коммерческая. Я имею в виду не то, что мне надо туда деньги давать. Деньги давать надо обязательно. Но она строится должна как некая целостность, чтобы вот этот человек мог жить. Сегодня Русинова не отличишь от простого провинциального городка. О прошлом напоминает лишь табличка «Осторожно слепые», установленная на въезде более полувека назад. Вместо электронных компонентов на местном заводе теперь делают пластиковые крышки и пипетки. Их собирают оставшиеся здесь слабовидящие. Специалисты говорят, сегодня в подобных поселениях смысла нет. Вернуть зрение с помощью несложных упражнений. В начале 20 века эту методику разработал американец Уильям Бейтс. Ее противники потратили немало денег, чтобы объявить исследования антинаучными. Но что, если очки и капли для глаз и правда лишь ухудшают зрение? В 1920 году Уильям Горацио Бейтс выпустил книгу под названием «Исправление плохого зрения без помощи очков». Она молниеносно стала бестселлером. Для борьбы с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом американский офтальмолог предлагал тренировать мышцы глаз при помощи особой гимнастики. Ее можно было делать дома, на работе или прогулке, не прибегая к дорогостоящим услугам врачей. Правда, когда способ обрел популярность, Управление США по контролю качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств заявило о его несостоятельности. Вы вообще никому не нужны. Кому вы нужны? Вот здесь конкретно. Вы никому не нужны. Вот и все. Поэтому нужно немножко думать, чувствовать и развиваться, развивать себя, свое окружение. Аптека – это бизнес. Аптека вам помогает? Господи, вы чего? Аптека – это бизнес. Очки ваши – это бизнес. Уильям Бейтс утверждал, когда человек переводит взгляд с удаленного объекта на близлежащий, глаз немного вытягивается, принимая вместо шаровидной эллипсоидную форму. Это происходит за счет ослабления продольных и натяжения поперечных мускулов. Такой подход противоречит общепринятой теории, согласно которой при фокусировке под действием одной единственной цилиарной мышцы искривляется весь хрусталик. Один из журналистов, кажется, француз, решил провести эксперимент. Он читал газеты, как читают люди близорукие, очень близко. И через некоторое время у него появилась близорукость. То есть зрение – это процесс, который формируется. Зрительная система, орган зрения, да, человеку передается. И передается по наследству его форма, его структура. Но само восприятие – это ведь процесс. Процесс не передается, процесс формируется. Взгляды Бейтса многие разделяют и сегодня. В особенности в Индии и ЮАР. Адепты пальминга, так называется ключевое упражнение зрительной техники американского ученого, убеждены. Если атрофированные мышцы рук и ног можно привести в тонус, значит и глаза не исключение. Надо регулярно заниматься телом, физически, отжиматься. Посмотрите на тех же животных. Они проснулись, сделали что? Зарядку, потянулись сразу. А мы что, пошли кофейку выпили там, что-то еще позвонили кому-то, залезли в телефон, наша зарядка. Нет правильного образа жизни. От этого идут что? Конечно, проблемы. Конечно, проблемы. Эксперты утверждают, крупные офтальмологические корпорации, прикрываясь наукой и медицинским авторитетом, искусно манипулируют массовым сознанием. Их лоббисты распространяют информацию о том, что восстановить зрение без применения высоких технологий не получится. А любые непопулярные методы с пренебрежением приравниваются сегодня к средневековым. Если у вас логика бизнеса, то логика бизнеса стоит в том, чтобы продавать, 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 продавать. Если все будут здоровы, бизнес-офтальмология, бизнес, там, не знаю, называйте любую сферу, да, ортопедия, там, что угодно, он закончится. Получается, большая часть из того, что мы знаем о глазах, лишь страшная сказка. Но если это так, почему люди продолжают слепнуть? Гипнолог Николай Захарченко уверен, люди перестают видеть из-за психологических проблем. Стрессы на работе, накопившиеся обиды в семье, душевные травмы детства. Все это буквально ослепляет человека. Безуспешная попытка заблокировать негатив на уровне сознания приводит к ослаблению зрения. В том случае, когда человек чего-то не хочет видеть, с чем-то он не хочет соприкасаться, что-то ему безумно не нравится, он мысленно, на уровне разума, перестает это видеть. Но как? Разум не отключается, разум остается. А разум отключает зрительную систему. Или изменяет зрительную систему. Захарченко утверждает, глаз – это только орган, который формирует зрение. А оно, в свою очередь, зависит от состояния разума. Именно поэтому, даже купив очки по рецепту, больной рано или поздно вернется за новыми, более сильными. И ни таблетки, ни хирургическое вмешательство не помогут, пока он не станет смотреть на мир иначе. Чтобы вернуть себе способность видеть, нужно выявить психологическую первопричину и устранить ее. Затем выработать защитный механизм, чтобы обезопасить себя в будущем. Только тогда начнется восстановление. Глаз – это не отдельная субстанция, не отдельная структура, а это орган, находящийся внутри человеческого организма. Всеми процессами, протекающими в человеческом организме, кто правил? Наша центральная нервная система во главе с головным мозгом. И ни один процесс, ни одно изменение в структуре глаза само по себе не протекает. Чтобы проверить методику гипнолога Николая Захарченко, съемочная группа программы «Тайный чапман» пригласила к нему на прием девушку Настю. Она страдает близорукостью с начальных классов. Ее зрение около минус трех. Для эксперимента мы распечатали таблицу с произвольными буквами русского алфавита. Она напоминает то, что есть в каждом офтальмологическом кабинете. И попросили испытуемую снять очки и вслух назвать буквы. Посмотрите, какие здесь видны вам буквы? То, что мы видели. Да? Т-И-С. Хорошо, присаживайтесь. Завершив первичный осмотр, гипнолог начинает работать. В ходе беседы выясняется, что Настя живет без отца. Родители в разводе. Быть может, это и сыграло свою роль в ухудшении зрения. При помощи особой техники Захарченко программирует девушку на исцеление. «Я очень сильно люблю маму. Но я совершенно четко понимаю, что прийти в этот мир я смогла благодаря и папе». Окончив 10-минутный тренинг, мы решили оценить результаты и проверить зрение еще раз. Итак, вот наше место. Давай, вставай. Вот наша четвертая полоска. Вот на ней становись. Нет, нет, прямо на нее ножка. Вот так мы стояли, да? Вот теперь напротив. Давай вот так, чтобы... Вот так. Вот. Посмотри, какие буквы дальше видишь? Это какая буква? «М». Дальше. «И». Дальше. «Ч». Дальше. «П». Дальше. «П». Дальше. «Д». Дальше. «Хуже». «Хуже». Вглядевшись внимательно, Настя назвала еще три буквы из нижнего ряда. Правда, выборочно. Но тем не менее получается, что методика работает. И всего за один сеанс можно научиться видеть лучше. Но что делать, если проблемы со зрением вызваны не внутренними конфликтами, а механическими травмами? Неужели такие люди обречены до конца дней жить неполноценно? Сенсационная новость из мира офтальмологии. Специалистам Университета Южной Калифорнии удалось создать умный клей для лечения слепоты. Препарат уже прошел испытание и скоро поступит в продажу. Какие еще инновационные средства позволят нам в будущем не только сохранить, но и улучшить зрение? Так выглядит бионический глаз. Электронный гаджет, с виду напоминающий солнцезащитные очки, помогает ослепшим вновь увидеть мир. На сегодняшний день это самая передовая разработка в области офтальмологии. Бионический глаз – это сложная система из нескольких устройств. Она представляет собой микрокамеру, которая устанавливается на переносице и захватывает окружающую картинку извне. По проводу изображения поступает на поясной преобразователь, где шифруется в особый сигнал и отправляется на оправу очков. Там установлена антенна, транслирующая информацию прямо в глазное яблоко. На глазу, на его поверхности крепится микроантенна и микропреобразователь. Значит, микроантенна ловит эту радиоволну, запускает на преобразователь, преобразователь переводит эту информацию в электрические токи, биоэлектрические токи, и через микрокабель проникает внутрь глазу. Чтобы инновационное устройство заработало, мало надеть специальную оправу. Сначала необходимо провести сложнейшую операцию – филигранно вмонтировать в глаз электронный чип размером всего 5 на 10 миллиметров. На нем расположено 60 электродов. Именно они возбуждают сетчатку. Полученный импульс через зрительный нерв поступает в мозг, который интерпретирует переданную информацию. Подобных операций за время существования технологии проведено всего 40. Христо Периклович Тахчиди – один из немногих хирургов в мире, которые виртуозно справляются с этой тяжелой задачей. В июне 2017-го он установил бионический глаз слесарю из Челябинска Григорию Ульянову. Мужчина вспоминает, что без раздумий доверился опытному врачу и не прогадал. Я согласился с этим делать, но я не стал бояться. Думаю, самое главное, я хочу, чтобы я видел. А то раньше, я когда 20 лет, я почти не видел. Ходил в палочках, ну, как трудно, тяжело. Могусь так это, по дорожке очень трудно ходить. Нет тротуара, да все равно невозможно. С момента операции Ульянова прошло уже 6 месяцев. С бионическим глазом мужчина почти освоился. Сегодня он приехал в Москву, чтобы пройти третий и заключительный курс реабилитации. Начинается он с осмотра состояния сетчатки. Так, посмотрите, поморгали немножко. Отлично, отлично, хорошо. Хорошо. Так, замечательно. Несмотря на все достоинства бионического глаза, привыкнуть к нему непросто. Дело в том, что электронное зрение пока еще сильно уступает врожденному. Изображение получается черно-белое и нечеткое. То есть видны лишь контуры объектов. Я потом уже впервые, впервые уже надел очки эти же. И потом впервые я в жизни увидел, посмотрел на людей. Я говорю, статус человека, одинаковую фигуру. Я дочку видела, как она подбежала ко мне. Ну вот я вижу такая световая картина, называется. Свет картины, статус. Потом показывали мне предметы круглые. Посмотрите на столе, ты что-то увидишь там. Чтобы пользоваться бионическим глазом, необходимо пройти специальное обучение. Оно состоит из упражнений на распознавание тех или иных предметов и их классификации в зависимости от формы и насыщенности серого цвета. Например, сочетание двух прямоугольников у стены квартиры может означать телевизор на тумбе. А круг на полу в прихожей – преддверный коврик. Повторилось вот это изображение, это дверь. Проем двери, проем окна. Он идет по улице, он видит пореврик. Пореврик право, пореврик слева. Вот грани, они вырисовываются четко, и, так сказать, компьютер их систематизирует. И когда он видит пореврик справа и слева, то пространство между ними – это тротуар. Врачи уверены, технический прогресс движется с такой скоростью, что уже через 10 лет бионические глаза будут показывать не хуже человеческих. А использовать их станут не только для лечения слепоты, но и чтобы улучшить возможности зрения. И каждый желающий сможет видеть на километр вперед или идеально различать предметы в полной темноте. Туда всегда можно вмешаться. С одной стороны, мир потока информации дает человеку свободу, с другой стороны, он дает свободу воздействия на человека. Некоторые эксперты опасаются, что внедрение подобных технологий несет в себе серьезные риски, касающиеся в том числе национальной безопасности. Дело в том, что бионические глаза производят в США, как и программное обеспечение, которое ими управляет. Медицинскую часть мы делаем все сами, а инженерная часть, она, конечно, зависит от разработчиков. Тут никто иной не может влезть, потому что это технические продукты, которые в сущности обладателями или владельцами являются производителями. Но что, если систему взломают, и злоумышленники получат доступ к зрению миллионов людей? Хакеры смогут заглянуть в любой дом, в правительственное учреждение или узнать, что происходит в стенах секретных лабораторий. Причем это не зубной имплант, от которого ничего не требуется, который никак не связан. Столько говоря, он висит у вас в арту, потому что выживали. У него нет ни связи с нервной системой, ничего. Это же будет все связано с мозгом. Однако самое страшное даже не это. Представьте, что подключившийся к чему-то зрению кибервзломщик сможет транслировать ему в мозг определенные образы, которых в реальности не существует. Или же, напротив, блокировать нежелательные объекты, как бы затирая их в окружающем пространстве. Таким образом, бионические глаза станут идеальным инструментом для манипуляции человеком. Но чтобы заставить весь мир покупать бионические глаза, сперва нужно ослепить человечество. Эксперты уверены, сделать это можно при помощи излюбленного средства для снятия напряжения – алкоголя. У нас зрительный нерв, по сути, является отростком головного мозга. И он очень легко реагирует, очень быстро реагирует на любые интоксикации, особенно вот на спирты, потому что спирты хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер, через тот барьер, который отделяет кровь, вот остальной организм, от головного мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения, среднестатистический россиянин за год выпивает, только представьте, почти 24 литра чистого спирта, что в пять раз больше, чем рядовой европеец. Иногда это даже приводит к массовой потере зрения. Проблема интоксикации, она не маргинальна. Это не обязательно какие-то бомжи или еще какие-то опустившиеся личности. Дело в том, что понятно, что люди могут где-то что-то купить в магазине, может быть, некачественное, может быть, там, акциз поддельный, какие-либо там домашние суррогаты кем-то сделанные и так далее. Может отравиться, это может касаться любого абсолютно. И качество напитка ничего не гарантирует. Мы помним случаи, как на турецких курортах люди в достаточно фешенебельных отелях отравились. Приучать россиян к пагубной привычке начинают еще в подростковом возрасте. Начинается все, как правило, с обычного пива. Но кто это делает? Исследователи выяснили, все без исключения марки пива, в том числе и отечественные, принадлежат четырем крупнейшим западным компаниям. Американской, датской, ирландской и турецкой. То есть за состав и качество напитка отвечают за рубежом. Еще хуже то, что в нашей стране существует теневой рынок, на котором можно приобрести спиртосодержащие средства, опасные для жизни. 70 жертв боярышника в одном только Иркутске. Столько человек погибло от отравления этим концентратом для принятия ванн в конце 2016 года. Как алкогольные суррогаты попадают на отечественный рынок? И почему простые россияне продолжают слепнуть от некачественного метилового спирта? Россия. 20 октября 2017 года. Роспотребнадзор продлил запрет на продажу печально известного концентрата для ванн. Но уже в апреле он истекает. Эксперты опасаются, что это приведет к новой волне слепоты. Дело в том, что контрафактный алкоголь в нашей стране употребляет около 10% населения. Это, вдумайтесь, 15 миллионов граждан, население Москвы. Метил, содержащийся в многочисленных косметических изделиях, лосьонах и настойках, может за считанные минуты уничтожить зрительную систему даже самого здорового человека. Несколько лет назад были иски от одной из женщин, использующих постоянно салфетки для протирки оптики. Она обратилась в суд с целью уточнить, связаны ли у нее потери зрения, с тем, что она постоянно использовала такие салфетки. Дело в том, что в таких салфетках зачастую содержатся метиловые или изопропиловые спирты разные. И она провела экспертизу, выяснила, что действительно опасные спирты содержатся, и потом уже ей удалось так или иначе получить отступные от компании-производителя. Полностью убрать с рынка подобные средства нельзя, ведь на баночках четко указаны способы использования бытовой химии. Из-за отсутствия акцизов низкая стоимость делает эту отраву привлекательной для тех, кто пристрастился к алкоголю. Поэтому любые меры предосторожности они просто игнорируют. Из-за этого каждый год спрос на суррогаты растет на 20%. Все эти спирты высоко опасны, все эти суррогаты. Они могут вызывать и токсическое поражение почек, то есть включая полный отказ почек в перспективе диализ, могут привести к слепоте. К примеру, метиловый спирт уже в концентрациях достаточно невысоких, то есть поступление 30 грамм гарантированно вызывает слепоту. Происходит избирательное токсическое действие на зрительный нерв. Исследователи уверены, производство смертельного алкоголя – это целая индустрия, которую тоже контролируют из-за океана. Операция по ослеплению успешно идет уже не первые десятки лет. Но как быть с теми, кто не пьет? Лазерное оружие нельзя использовать, чтобы ослеплять врага. Это закреплено в специальном международном протоколе. Тем не менее, американцы находят лазейки, чтобы обойти этот запрет. Какие разработки проходят испытания на секретных заокеанских полигонах? И чем может ответить Западу отечественный военно-промышленный комплекс? Протокол об ослепляющем лазерном оружии был принят ООН еще в 1980 году. Сегодня действует его четвертая редакция, дополненная спустя 15 лет и подписанная в Вене. Документ ратифицировали 114 стран, включая США. Несмотря на это, на вооружении американской армии периодически появляются запрещенные разработки. Если мы добросовестно исполняем вот эту конвенцию, запрещающую применение по непосредственно человеку, запрещающую действия, которые наносят вошоги, ослепление и так далее, вот только в этом направлении, да, мы их складировали, не стали войска даже поступать. Но американцы работают на полную мощь. Перед вами не пушка из фантастического голливудского блокбастера, а прототип лазерной винтовки «Фазер». Ее создали на базе ВВС США в Киртланде, Нью-Мексико, по заказу Пентагона в конце 2000-х. Этот футуристический бластер относится к нелетальному оружию. Им нельзя убить, но можно нанести ожоги и лишить неприятеля зрения. Наш глаз – это вот ваша фотокамера. То есть наш глаз собирает изображение, отпечатывает его, отсылает в мозг в виде там электрических импульсов. Мозг расшифровывает эти электрические импульсы, рисует картинку, как ваш телевизор дома, да, получая радиосигнал, разворачивает и дает картинку. И на самом деле, если там шибка какая-то, то это может привести либо к нарушению зрения, либо к изменению зрения. Чтобы миновать табу ООН, конструкторы внедрили в «Фазер» возможность вручную менять длину световой волны, понижая интенсивность ее воздействия. То есть перед каждым выстрелом боец выбирает – временно или же навсегда ослепить противника. Даже вот эти лазерные пушки отрабатывали. Они очень эффективны, потому что это не надо подносить патроны там, подреть, сколько патронов и так далее. Она стреляет мгновенно, буквально, ну, со скоростью света, во-первых, поражает, вот, вот этот импульс ударяет, и все. Там бинокль стерет, труба там или прицельное устройство, они тут же выходят устроят, как и глаза, собственно говоря, противника. А на этих кадрах – испытание пистолета «Дейзер». Он напоминает сверхяркий фонарик, который светит не белым, а зеленым лучом. Американские силовики используют его во время контртеррористических операций. В данном случае неудобный закон обошли, найдя изъян в его третьей статье. Оказывается, запрет не охватывает ослепление, как случайный или сопутствующий эффект правомерного применения лазерных систем в военных целях. А значит, дотла выжженные глаза врага можно списать на непредвиденное их попадание в радиус действия оружия. Удивительно, но США уже не первый год безнаказанно используют лазеры против нашей страны. И речь идет не просто о винтовках и пистолетах, а о куда более серьезных разработках. Эксперты уверены – страшный смог в Москве летом 2010-го был вызван атакой с воздуха. Тогда мощный излучатель разместился на самолете, замаскированном под обычный авиалайнер. Они использовали этот Boeing 747-й для развития пожаров, а тогда была большая жара, и большие пожары были в России. Мы отследили, что этот Boeing вдруг маршрутом своим избрал пролет над российской территорией и приземлялся в Кабуле на аэродроме Багра. Зачем туда летать? Против талибов они не воевали. Но по маршруту пролета его возникали в условиях вот этой жары огромной, вот этой сухости, возникали лесные пожары по маршруту его пролета. В Америке подобное оружие обрело популярность еще в конце прошлого столетия. Случилось это благодаря амбициозному, но так и нереализованному проекту президента Рональда Рейгана. Программа стратегической оборонной инициативы, также известная как «Звездные войны», предусматривала размещение на орбите Земли целой системы боевых лазеров. Как говорят эксперты, они бы могли превратить в пепелище весь Евразийский континент. Лазерное оружие создавалось и в СССР. Правда, не для того, чтобы поджигать все вокруг. Его использовали в качестве противодействия чужим оптическим комплексам и электронным системам наведения. Таким образом, наша техника становилась неуязвимой для артиллерии и управляемых ракет противника. Первая сфера, где стали применять уже не в боевых условиях, а в ходе учений, экспериментов, это был сухопутный театр военных действий. Здесь мы были лидерами, когда научились засвечивать оптические приборы противника. Вот этим лучом проходим по переднему краю, и оптика тускнеет. Так выглядел уникальный самоходный лазерный комплекс «Сжатие». Его разработали в далеком 1960 году, и он до сих пор не имеет аналогов в мире. Башня боевой машины состояла из 12 линз, каждая из которых работала на определенной частоте. Такая конструктивная хитрость практически не оставляла шансов вражеской техники. Просто потому, что противник мог блокировать импульс только одной частоты, но не всех сразу. На вооружение СЛК «Сжатие» так и не был принят. Инженеры построили всего один опытный образец, который сегодня пылится в военно-техническом музее подмосковного села Ивановское. Дело в том, что последние испытания боевой машины совпали с распадом СССР. Сегодня конструкторы из США работают над принципиально новым лазером — топологическим. Его главное отличие в защите от любых помех. То есть луч не рассеивается, а сохраняет свою изначальную мощность на всем отрезке пути до цели. Если такое оружие попадет в армию, им можно будет ослеплять целые нации, без шанса отследить, перехватить и предотвратить выстрел. Человечество, к сожалению, так устроено, как только где-то в какой-то отрасли или сфере появляется прорыв в научных знаниях, то тут же военные пытаются засекретить и в первую очередь использовать для уничтожения себе подобных, то есть для военных целей. А теперь представьте, что произойдет с жителями отдельно взятой страны, если под воздействием лазерной атаки они разом внезапно ослепнут. Паника, техногенные аварии, рухнувшая экономика, беспомощная армия. Однако, несмотря на ужасающие прогнозы, некоторые специалисты уверены, человек все же сможет адаптироваться даже в таких обстоятельствах. В сентябре 2017-го слепой серфер из Бразилии Дерек Рабелло покорил самую мощную и смертельно опасную волну в мире. Чтобы сделать это, мужчина слушал океан, то есть использовал вместо глаз эхолокацию. Поймать пайплайн можно у берегов острова Уаху на Гавайях. Эта волна убийца унесла там десятки жизней серферов. Зимой в самый сезон ее высота достигает 10 метров. Но как возможно, что разрушительную стихию укоротил обычный слепой? Несмотря на врожденную слепоту, Дерек Рабелло выходит в океан с самого детства. Еще в младенчестве отец подарил мальчику доску. Сейчас парню уже 24. Все эти годы он тренировался, чтобы подчинить себе пайплайн. Находясь в воде, молодой человек сначала касается ее поверхности, чтобы определить силу течения. Затем вслушивается в окружающие звуки. Поняв, как изгибается волна, серфер выбирает время, чтобы нырнуть под нее. Остальное делается по наитию. Такой подход помогает ему совладать с неуправляемой стихией и сделать то, что не под силу многим зрячим спортсменам. Еще древние, еще древние, говорили очень разумные вещи, что из наших глаз в пространство выходит некая эманация, то есть некий зрительный дух, который выходит в окружающее пространство и ощупывает предметы. Ощупывая предметы, получая от них информацию, этот зрительный дух возвращается обратно в зрительную систему, и человек начинает видеть. Недавно ученые Королевского технологического института Швеции выяснили, что слепые с рождения люди используют для ориентации в пространстве эхолокацию, то есть определяют размеры, тип и местоположение окружающих предметов за счет громкости, тональности и тембра, отраженных от них звуков. Эта технология дает возможность выйти на контакт с мозгом, разговаривать с мозгом, изучать язык мозга. На самом деле это гигантская перспектива. Организм это цело, и когда вы давите на кнопку, вы должны понимать, что в это время у вас срабатывают тысячи и сотни связей. И именно благодаря этому мы имеем ту цельность, которая называется человеком. С его особенностями, с его биологическими особенностями, с его медицинскими особенностями, с его личностными особенностями. Интересный факт. Эхолокации в совершенстве владеют летучие мыши. Самое невероятное, что используя такой способ навигации, можно разглядеть происходящее даже за углом или, например, под землей. Это именно мозг работает человека. Мозг настроился фиксировать эту информацию, эти знания, окружающее пространство. То есть то, что мы делаем, это именно некая поднастройка мозга, даже можно так сказать. Владимир Бронников учит видеть с закрытыми глазами уже 20 лет. За это время его авторские курсы окончило более миллиона человек. Удивительно, но в их числе не только слепые, но и обычные люди, которые решили овладеть техникой так называемого альтернативного зрения. Оно достигается за счет многоступенчатого комплекса упражнений. Прямое видение межнейронной связи включается во время этой работы. И за счет этого человек может по-новому видеть пространство, себя, диагностировать свой организм физически, что нарушено, как нарушено, видеть будущие процессы, ориентироваться в пространстве, ходить, гулять, прыгать завязанными, закрытыми глазами. Чтобы не быть голословным, Владимир Бронников согласился продемонстрировать зрителям нашей программы свои способности. Сейчас он поразит несколько воздушных шариков из лука. Немного попрактиковавшись с оружием, мужчина надевает на глаза плотную черную маску, которую мы как следует изучили. Все проверили. Спасибо, начинаем. Сперва попробуем самое простое – вооружиться. Теперь с трехметровой дистанции надо попасть по мишеням. Только в определенной последовательности. Владимир берет стрелу. Красное оперение на ее хвосте должно быть слева. Как будто увидев этот цвет, Бронников безошибочно устанавливает острое древко в седло и натягивает тетиво. Красный стреляем. Может, случайность? Ведь красный был строго посередине. Усложним задачу. Черный. Черного же нет здесь. Два желтых и два розовых. А синий еще? Синий. Этот выстрел прошел не так гладко. Бронников не попал, но направление выбрал верное. Сделаем скидку на то, что сегодня он впервые взял в руки лук, и дадим ему еще одну попытку. Синий. Удивительно, но Владимир Бронников прошел это испытание. А значит, он и правда может видеть с закрытыми глазами. С легкостью определяет цвет, расположение и расстояние до предметов. Чем мы видим? Мы с вами видим не глазами. А чем? Видит мозг, а глаза передают. Вот телефон. Он что, разговаривает? Конечно. Тот человек говорит. Вот мы созванивались перед сегодняшней встречей. Это вы говорите, а телефон передает. То же самое глаза. Это передатчик, а мозг видит. Поэтому для способности видеть с закрытыми глазами, то, что работает у вас во сне, глаза тоже не нужны. Это видит мозг. Исследователи уверены, несмотря на то, что человек постигает мир в основном при помощи глаз, научившись видеть без них, мы познаем скрытые тайны мироздания. И кто знает, быть может слепота лишь следующая ступень эволюции, которая откроет перед людьми новые возможности. Как это было, например, с Вангель. Развивающаяся в зрелом возрасте дальнозоркость не может компенсировать близорукость. А смотреть на солнце нельзя даже сквозь самые темные очки. Большая часть того, что мы знаем о зрении – миф. Рациональный взгляд далеко не всегда самый верный. Как утверждал французский писатель Антуан Десент-Экзюпери, зорко только сердце.